Родители поможут с удовольствием, а так лето. И что нужно сделать, чтобы мы стали единомышленниками в дерево специально учащихся музыкальных истинных. Родительские собрания по-прежнему остаются наиболее актуальной формой работы с удовольствием с родителями и учениками. Эта форма требует некоторого омолвения. Оно выражается, прежде всего, в расширении тем собраний. С родителями можно поговорить о детской возрастной психологии, о пособенностях дросткового возраста, музыкотерапии, фехтимоксерста, об организации домашних занятий, арт-терапии. Главное, что, поделяясь интересом информации, приводя занимательные факты, яркие примеры вызвать интерес, заставить задуматься над услышанным. Например, когда Золь Моцарту было три с половиной года, папа был лучшим за мной и видел необычную картину. Сынок сидел за столом, и что-то энергичнее не стал чернилом на мотном месте. Малыш так был увлечен за их занятия, что танцы не заметили прихода отца. Он перепачкал чернилом, все, что только можно было перепачкать. Одежду, руки и стоп-стоп, даже полупокрустного стола не вязали чернилом. Огромные чернильные кляксы вкрывали уже написанные, нот-листы, разбросанные по всему столу. На уделенный вопрос отца, что тут делает, сын ответил, что пишет концерт для Порт-Пьян. Для Порт-Малыша долго всматривался в ноту, проскутившие почернильные кляксы и по парам. И был потрясен и уменьшивший. Его крошечный сынок написал концерт по всем правилам композиторской техники. Более того, темы концерта были оригинальные, собственные сочинения. Удивительно, ведь этому его никто не учил. Попробу хвалил малыша, сказал, что тот написал очень хорошую музыку. Потом и начинка переписал концерт и сыграл его. Это было первое произведение будущего великого композитора. В этой ситуации есть чему поучиться Леопорту Моцарта. Он не отругался сына за испачканную полотенку. Не выбросил покрытые колясом листы, но он помолил мусорное бедро. Напротив, перед ним собрал листы и переписал их начисто. Похвалил малыша. А мы всегда ли мы так внимательны и с уважением относимся к творчеству наших детей? Вот пятилетняя девочка. Бьет по кларишам и что-то напевает. Она сочинила песню и пытается сыграть аккомпанемент. «Прекрати сейчас». Хвалит шуметь. Займись делом. Прогоняйте ее от инструмента мамы. Или. По выпускам в деловке сын мечтал показать, чем он научился. «В день приезда отца с утра», — повторял пьески. Но после первых тактов отец лукнулся в гаджет, а по окончании игры сказал, не отбиваясь к нему, чем такой ерундой заниматься лучше в бассейне записался или в футбол, и по летней времени мало отнимает. Сын в слезах и категорически отказывается от занятий в муниципальной школе. Так мы сами, не сознаваясь, взрывая землю таланты ребенка, слушаем маленькие, еще совсем слабые, близкие и зародавшиеся детского творчества. Не секрет, что около 30% учащихся, где-то через 3-4 года, кого ломают через 5 занятий в музыкальной школе, теряют интерес к занятиям музыки. В музыкальной школе учиться трудно. Учеба и игре на инструменте требует от ребенка значительные затраты нервно-истической энергии. Обучение рассчитано на долгие годы, оно не терпит перерывов, снимает много времени, и, как правило, трудности обучения зависит от недостатка за мастер-мастер-мастер-занятий. Обучение как раз необходима в помощь родителей. И прежде всего, конечно, надо с уважением относиться к трудливому музыканту, слушать его игру, интересоваться делами в школе музыкальной, спрашивать у ребенка не только про музыкальные оценки, а что много интересного было, над чем работали на уроке, что хорошо получается, а что не очень. Ребенок должен чувствовать, что для родителей его учеба в музыкальной школе имеет большое значение. Но в конечном итоге все-таки успех музыкального образования и воспитания определяется ответом на один вопрос – любят или не любят родители классическую музыку. И то имеется в виду не то, что они ребенку об этом говорят, а то, что происходит на самом деле. Потому что обмануть детей, даже совсем маленьких, в этом вопросе практически невозможно. Все дети прекрасно ощущают малейшую большую искренность. Они совершенно сильно чувствуют, нравится родителям так, не зная музыка, или отставляют однодушку. Подтверждение две истории. Первая произошла с американским кинорежиссером-музыканком Дректом Путин Клинчем. В интервью он рассказал случай, который произошел с ним во время съемок фильма «Махов драть». Этот режиссер доверяет написанию музыки своим фильмам итальянскому композитору Анджелу Теламенте. В его всех фильмах, а в этом тоже, музыка почти главный герой. Поэтому режиссер решил из Лондона вылететь в фильм композитор, чтобы попытаться сочинить музыку вместе с ним. В Эр-Путинь от ее танцели в зале ожидания. Соглить шумы и суеты, крик у детей. Вдруг режиссер ясно и отчетливо внутри себя услышал музыку. Это была не просто музыка, а именно та, которая нужна ему в фильме. Через несколько часов коллеги встретили свою работу Рима. Итальянский композитор был мучий лист и загадочно улыбался. Дон сразу поспешил к Рояну, сообщив, что буквально несколько часов назад ему пришла голая композиция. Каково же было удивление американца, когда он услышал, что итальянский друг играет ту самую музыку, которую он услышал в Лондонском аэропорту. А вторая история произошла с Крепочем Львом Мадорским. В то время он был солистом Московской областной филармонии и связанным с воевным концертом в Иркутск. Концерт был очень ответственным, приурочен к открытию концертного зала с присутствием всего городского начальства. Билеты были за годы проданы и были чужими. Заболел концертмейстер. Найти в Москве, в Иркутске, уже не представляло возможности, поэтому начали сходить в Иркутске. Предполагалось, что Крепочем прилетит на несколько часов раньше в рассчитанную репетицию, но все испугала плохая погода. Вылет сдержали, и на концерт Крепочем приехал с опозданием на 20 минут. С концертмейстером, мальденькой девушкой, даже не успел пообщаться. В программе были заявлены первая часть концерта Чайковского и первая часть концерта Рузунова. Крепочем был уверен, что начнет концерт Чайковского. Опустил скрипку, приготовившись настроиться на долгое, мечтательное романтическое вступление. А концертмейстер вдруг заиграл вторую предпринимательную всего в две треоли вступление с концерта Рузунова. За доли секунды, которые это вступление длится, солист непостижимым образом успел скинуть скрипку и заиграть. Весь концерт, а вы еще и педесы на бис, он сыграл как в угаре, в полушоповом состоянии. Позже даже попал в больницу с нервным расстройством, где пролежал больше месяца. Через некоторое время он переграл клубку и от концерта и деятельности отошел. Но с того заполученного дня концерт Рузунова слышать не мог. При супе вступления дыхание учащалось, выступал холодный пот, сердце начинало бешено стучать. И как хорош продолжение этой истории. Когда сыну Мадурского было три месяца, они с женой нашли хорошее средство и успокаивали. Включали клубы играющий пластинку, старался с классической музыкой, и малыш лежал спокойно, пока не наступало время ее переворачивать в другую сторону. А потом родители узнавали по плачу. А в Маштой, когда мужа не было дома, жена поставила пластинку с концертом Рузунова в исполнении Леонида Кобана. В присутствии мужа, зная его реакцию, она никогда не ставила этот концерт. И тут случилось неожиданное. Малыш в первых же звуках концерта заплакал, притом как-то особенно громко и яростно, почти скричал. Таким образом, как и непостижимым образом, реакция папы на концерт у Зунова передалась ребенку. Обе эти истории еще одно подтверждение, что как сама музыка, так и отношение к ней близких, родителей, друзей непостижимым образом передается. Другими словами, если родители хотят, чтобы их дети полюбили классическую музыку, то должны будут полюбить ее сами. Это непреложный закон, строгие, почти не знающие исключения. Роднодушие родителей к музыке – лучший способ свести на нем все наши попытки приобщить к ней детей. Правда, не Гаус утверждает, хорошие родители важнее и хороших педагогов. Я не знаю, что я к родителям ходить с детьми на концерты. Если мы не придем детям удовольствие от литературных музыкальных концертов, спектаклей, экскурсий, то в дальнейшем их лучшие глаза и сердца будут закрыты не только для искусства, но и для семьи и общества. Я по себе замечаю, если не получается сходить в течение месяца на концерт в театр, то не хватает эмоциональной подпитки, которая тебя держит, позволяет неполитию держать поток информации. Это тот катасис, который позволяет вырастить крыльям и жить в гармонии с самим собой. Благодарю внимание.